Но я хочу рассказать про другую картину, необычную, американскую. Фильм называется «Олдбой». Старый мальчик. Да, в переводе на русский язык именно так. Старый мальчик. Или... Митя, это про тебя. Нет, прошу обратить внимание, не старый мальчик. Меня называют стареющий мальчик. Стареющий мальчик, хорошо. Олдбой. Олдбой. Но это же был очень известный корейский фильм. Совершенно верно. Которому Кэнти Тарантино отдал призы. Да, это, можно сказать, детективная, драматичная история. Суть которой... Разгадка очень проста. Корейское кино в основном смотрят в Корее. За пределами Кореи. О нем, вот как ты, слышали, что были такие фильмы хорошие. И как многие наши зрители. Но не смотрели. Я бы сократил. Его смотрят только в Южной Корее. В Северной Корее его точно не смотрят. Да, в Северной за это расстреливают сразу. И за просмотр фильма Олдбой, конечно, там понятно, за что расстреливать. Потому что чего там только нет. Это был прекрасный фильм. Десять лет назад. Действительно, Квентин Тарантино в Каннах отдал ему гран-при жюри. Хотел отдать золотую ветку. Ему не дали. Женщины его держали за руки. Это правдивая история. И прошло десять лет, за которые Голливуд думал, что же ему сделать такое, чтобы им тоже посмотреть этот фильм. Потому что показать его, как он есть, со всем, что там творится. Что там творят корейцы южные. Ну, это, давай так скажем, это очень жесткий, невероятно провокативный, но выдающийся, на мой взгляд, фильм. Это был потрясающий фильм. Потрясающий фильм. На самом деле потрясающий. И вот американцы адаптировали этот фильм и... Значит, они передавали из рук в руки. Первый человек, которому они это попытались сдать, но у него, видимо, руки это жгло, и он передал дальше по эстафете, был Стивен Спилберг. Который долго намеревался, но не сделал. И были еще, еще, еще режиссеры. Наконец, дело дошло до самого знаменитого афроамериканца в американском кино. В режиссуре. В режиссуре. Спайка Ли. Но самый знаменитый афроамериканец в актерской игре Сэмберл Джексон, тоже там присутствует, в одной из главных ролей. И он сделал американского олдбоя. Значит, про что эта история, для тех, кто все-таки не смотрел и не знает. Это невероятная история мести. Подожди, вот это неправильно. Вообще не рассказываю ничего. Человек идет по улице, просто выходит на улицу человек, любой. Он выходит, его похищают и на 20 лет запирают в комнате. И он не знает за что. Вот это первые три минуты фильма, да? А дальше его выпускают, так же неожиданно как запирают. Да, вдруг он оказывается... И конец фильма. Все, вот такая история. Он оказывается с пачкой денег, с мобильным телефоном, не зная, что с ним случилось, но полной жажды мести. Фрагмент, давайте посмотрим. Если ты хочешь найти свою дочь и обелить свое имя, я помогу тебе. Хочешь видеть дочь живой? Тогда ответь на два вопроса. Первый. Почему я упрятал тебя за решетку на 20 лет? И второй. Почему я выпустил тебя на свободу? Что добавить? Значит, кроме того, что в главной роли прекрасный Джош Бролин, два факта, которые важно знать об этом фильме. Так же, как и в корейском фильме, там один человек убивает примерно еще 20 людей одним молотком. Все, друзья! Нет, нет, нет. Это Буратино. Скорее, самоделкин какой-то, я же не знаю, в чем брать. Вот, и вторая вещь, прискорбная. В отличие от корейского фильма, здесь не съедают живого осьминога. Это спойлер. Герой подходит к аквариуму, видит осьминога, он грустно вздыхает на него, глядя. Но не ест. Отворачивается, уходит есть пельмени. Это все нас очень интересует, друзья. Убой в кино, Антон Долин и у нас в рубрике. Спасибо огромное. Субтитры сделал DimaTorzok